Мы хотели купить Ван Дейка. С этой информацией и начнём наш выпуск. Антонио Конте признался, что его команда, да и сам он, хотел видеть голландца в своём составе. Но почему тогда Челси не купила его? А потому что клуб не стал бы предлагать за него столько, сколько предложил Ливерпуль. А именно, напомню, почти 85 миллионов евро. Но тем не менее, наставник Челси считает его игроком топ-уровня. Но про Конта речь пойдёт чуть позже в этом выпуске. Ну а по-хорошему, нужен ли был Ван Дейк Челси? Летом клуб, напомню, купил Рюдигера. Также в распоряжении Конта есть Кэхилл, Аспеликуэта и Кристенсен. Ну и другие. Так что трансфер Ван Дейка в Челси был бы лишним. Кстати, Челси сегодня продлила контракт с Кристенсеном на 4,5 года. Напомню, датчанину 21 год и он регулярно выходит в старте Челси. Сам же игрок рад продлению контракта и счастлив связать своё будущее с синими. А вот у сини-гранатовых больше нет денег, утверждает издание Марка. После своего громкого последнего трансфера бразильца Каутиньо у клуба в бюджете дыра. И если это действительно так, то ни о каком трансфере Гризмана можно пока не говорить. Но подождите, ведь Барса планировала купить его у Атлетика летом. И к лету деньги точно найдутся. Как я рассказывал ранее, клуб за прошлый год только за счёт продажи прав телетрансляции выручил 146 миллионов евро. А продажи атрибутики, билетов, спонсоры, аренда игроков и продажа у команды масса возможностей накопить к лету капитал. Сам же Гризман выдвинул условия своего личного контракта и запросил гигантскую сумму у Манчестера Юнайтед. Напомню, что долгое время ходили слухи о том, что он перейдёт и во Барсу, либо в Мью. Зная это, в свою очередь Барса решила предложить Гризману одну из самых высоких зарплат среди своих футболистов. Если он перейдёт летом, у него будет второй оклад в команде. Ну вы догадались, первый у Месси. Интересно, знал ли я об этом Каутиньо, когда переходил? В Кубке Испании состоялись две ответные игры 1-8 финала, в которой Атлетико выиграл у Лейды 3-0 и по сумме двух матчей 7-0. И клуб движется дальше. Сам Гризман в этой игре не играл, зато играл Диаго Коста. Также в 1-4 и Валенсия. Клуб 4-0 обыграл Лас-Пармас, хитрик у Виеты. Напомню, первая игра завершилась 1-1. А вот в Кубке Английской Лиги прошла игра полуфинала между Манчестером Сити и Бристол Сити. 2-1 выиграла команда Гвардиолы на своём поле, хоть и пропустила первой. Решающий мяч на 92-й минуте забил Агуэра. Гвардиола сказал об этом так. Если мы забиваем в конце, это значит, что мы играем до конца. Также он похвалил Бристол, сказав, что команда сыграла лучше некоторых клубов Премьер Лиги. Напомню, что ответ на игра пройдёт 23 января. Результаты обоих Кубков будут на нашем канале, следите за выпусками. И ещё одна важная деталь, которая касается Манчестера. Клуб согласовал наконец-то трансфер Алексиса Санчеса. Арсен Венгер, несмотря на сообщения в СМИ, которые утверждали, что переход состоится в ближайшие дни, ещё вчера говорил о том, что никаких предложений по чилицу не поступало. Но сегодня стало известно, что горожане предложили за него 22,5 миллиона евро. И если это произойдёт, ему предложат контракт с окладом 14,5 миллионов евро в год. И рассчитан он будет до 2023 года. Гвардиола опять-таки сегодня эту информацию и не подтвердил, и не опроверг. Самому же Арсеналу нужно поскорее продать Алексиса, у которого заканчивается, напомню, летом контракт, и начать поиски ему замены. Напомню, Манчестер его хотел купить ещё прошлым летом, и тогда предлагал за него в три раза больше. И Роберто Манчини в интервью не исключил, что может в конце сезона возглавить сборную Италии. Сейчас место главного тренера там вакантно, и итальянец утверждает, что для него сборная выше, чем клуб. Также на эту должность претендуют и другие тренеры, сообщалось о Конте и Анчелоте. Если эта информация вам была полезна, поставьте лайк. Также рядом с кнопкой подписаться есть колокольчик, нажмите на него и получайте оповещение о новых выпусках на нашем канале. Услышимся в следующий раз. Пока!